Сегодня в ДК Горбунова с самого утра суета собираемся на выезд в Курскую область с гуманитарной помощью и с культбригадой, собственно, артисты все тоже здесь и помогают. В общем, частями по разным площадкам у нас здесь припрятано все, что собрано. Здесь тестируется аппарат на выезд, проверяем, чтобы все работало. Это медицина. Грузимся. Уже примерно половина фуры есть. Собрали гуманитарку. Это игрушки. Это гигиена и пищевые продукты, одежда. Гигиена. Примерно полфуры уже. В автобус много не влезает, но сюда влезают артисты культбригады. Собрали мы все это стараниями сотрудников Департамента культуры, организации Департамента культуры и неравнодушных граждан. Выезжаем в Курскую область. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о том, как столичные артисты помогают нашим военным и жителям новых территорий. У нас в студии генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин, а также солисты Москонцерта Ирина Суханова и Павел Быков. Павел, Ирина, Илья. Добрый день. Илья, в декабре 2022 года первый раз поехали с культбригадой на Донбасс. Да, с культбригадой, да. 260 уже выступлений там прошло, да? Я думаю, что побольше. Мы сейчас пересчитывали, и 260, наверное, локаций, выступлений под 350 уже набралось точно. Вы помните ощущения от первой поездки зимней? Да, конечно. Но это первая в рамках культбригады. Она всё равно была самой яркой, потому что первый раз мы опробовали некую логистику, которая до сегодняшнего момента остаётся уникальной. Мало кому её удавалось воспроизвести. Думаю, что никому. Ну, по крайней мере, вот нам неизвестно. Многие ездят, и артисты, и организации выступать в новые регионы России, но это выезды чаще всего разовые. Для Москонцерта, вот для нас всех, другая цель ставилась. А сделать вот это постоянные работы некой на территориях, постоянно там присутствовать. Ирина, а вы были в той первой поездке в декабре 2022 года? Участвовали? Да. Но это очень важное, нужное дело. Я с великой радостью и давно просилась в культбригаду, чтобы поехать, чтобы поддержать, чтобы быть вместе. Чтобы быть просто вместе там, где сейчас тяжело. Я знаю, мне доводилось общаться с людьми, которые там живут, и они, конечно, всегда ждут артистов, всегда ждут людей, которые к ним приедут. Им это очень важно. Важно вот не только вот послушать ваши выступления, но и понять, что про них помнят и знают. Вы это ощущаете, Павел, когда вы приезжаете туда? Безусловно, я могу поделиться впечатлением именно от самого первого концерта в декабре, который происходил в госпитале под Луганском. Мы туда приехали, то есть была зима, в зале было дико холодно. Но с началом нашего концерта в зале очень заметно повышалась температура, все согрелись и даже в итоге стали танцевать. То есть стало очень тепло в зале. И это вот ощущение, то, что мы согреваем людей, даём им минуты драгоценного отдыха, которого там очень не хватает, и надежды на установление мирной жизни, это всё время ощущается в этих поездках. А вот за время вот этих постоянных поездок вы как-то репертуар меняете, или есть какая-то программа, с которой вы от раза в раз... Мы готовы на ходу менять программу. Было не раз уже, что мы едем, говорят, скорее всего, в зале будут ветераны труда, соберутся люди уже в солидном возрасте. А приходим, а там сидят дети 5-8 лет. Естественно, тогда берём в руки гитару и поём детские песни из мультфильмов, танцуем, поём вместе с детьми, дети поют, хлопают, вводим хороводы. Вообще, надо сказать, что универсальность — это именно особенность артистов Москонцерта. Мы можем работать в разных жанрах, сегодня поём оперу, завтра детские песенки. И вот у всех, кто принимает участие в культбригаде, у всех артистов это получается на отлично. — Как вообще формируется культбригада? — С первого же выезда возникла такая живая конкуренция, я бы сказал, за возможность, за право поехать и работать перед людьми, для которых ты действительно очень нужен и важен. Вот не за деньги. — Просто ловишь вот эту энергию, когда ты чувствуешь нужность, необходимость. И это уже тоже нам так же необходимо, как и тем людям, которые там находятся. Это такой вот обмен энергии, который невозможно ни с чем восполнить. Вот просто даже здесь, в городе. — Потому что там всё настоящее. — Да. — Да, и эмоции, в том числе. — То, что мы делаем, делаем максимально аккуратно. То есть вот почему Паша говорит, что иногда, подъезжая к площадке, ещё не знаем, кто там соберётся. Причина очень простая. Это вот те самые соображения безопасности. Потому что да, при оповещении заранее могут слить координаты, потом прилёты и так далее. Мы не имеем права даже не с собственной безопасностью. — Я понимаю. — По отношению к людям, в первую очередь, кого мы приглашаем. — Я знаю, что у вас был концерт очень близко от так называемой линии соприкосновения, буквально там в нескольких метрах. Да, это был концерт в блиндаже, так называемой «Точки ноль», самой безопасной точки, максимально близко к линии боевого соприкосновения. И там было настолько всё необычно и неожиданно. Это рация в руках командира, через которую наш концерт транслировался более чем на 100 позиций бойцов. — А люди в окопах сидели? — Примерно 300-400 человек наш концерт слушало в прямом эфире. И мы в эту рацию фактически пели. Кроме того, в реальном смысле слова, мы слышали пули, которые вокруг этого блиндажа свистели прямо во время концерта. А дача бойцов и аплодисменты через рацию передавали. И заказывали песни, просили какие-то песни спеть. Это запомнится навсегда. — Это да. — Ну вот я, допустим, ваше ощущение, как-то смоделировать могу. Там я и в Югославии бывал, вот на так называемых линиях соприкосновения. То есть я понимаю вот эти ощущения. А как ваши родные относятся к тому, что вы туда наезжаете раз за разом? — Меня родные поддерживают. Естественно, по-своему волнуются. Но я хочу сказать, что мои родные также живут и в Донецке. И я, конечно, пользуюсь каждый раз возможностью к ним зайти в гости. И в каком-то смысле, когда я еду на Донбасс, я еду к себе домой. Поэтому это для меня предельно важно. И это моя родина. Мои корни — это Донбасс. — А Ири, а вы, вас-то как вы же девочка, к вам же другое отношение. — Да, нет, меня очень поддерживают мои близкие. Мама, папа, моя семья. Это такое счастье, когда мы все на одной волне. Вот, я просто знаю, сколько ситуаций, когда люди, ну, на какой-то почве начинают там ругаться. У меня идиллия в этом плане, меня поддерживают. Да, переживают, да, волнуются. Но гордость для них, для нас тоже. — Давайте посмотрим фрагмент вашего выступления, где вы поете вместе с бойцами «Наши голоса». — Давайте. — Мы посорим за землю свою, за честь нашей Родины, вот наша суть. Наши голоса одной песней сольются, нашу волю услышит вся большая страна. Наши песни для тех, кто свое знает место. А те, кто не с нами, это просто враги. — В кадре ребята и те, с кем мы встречаемся на позициях, знаете, они как-то совершенно непроходящие персонажи. Вот те, кого сейчас видели, ну, это уже друзья. И вот эти предметы небольшие, тоже подарки друзей, они имеют совершенно другой какой-то смысл. По себе сужу. И вообще к вещам никаким не привязаны. Вот у меня где-то лежат отдельно, значит, такие вот маленькие всякие штучки, привезенные из поездок. Они для меня важны. За ними люди просто какие-то. — Павел, я знаю, что это вы принесли, да, этот шеврон. — Да, это подарил замполит инженерно-саперные роты. У них девиз «Бесправо на ошибку». И вообще надо сказать, что там люди, которые готовы ступить на путь, которым нельзя совершить ошибку, потому что она может стоить жизни. Вот. И все эти люди герои. — И вот, кстати, старейший ветеран Донецка, мы к нему приехали 9 мая, ребята спели несколько песен. Мне кажется, ему было приятно, а нам очень как бы... — Было важно увидеть его. — Как-то, да, и почетно перед таким человеком выступать. — Еще, знаете, важно, уровень артистов, уровень профессионализма, отношение артистов, мотивация артистов очень важна. Из Москонцертовских никто не едет ни за какими пряниками, никаких вознаграждений никто не получает дополнительно, никто не пытается представить себя. Я тут должен слова благодарности сказать. И вот Паша Ире и всем, с кем мы ездили, каждый делает настолько профессионально, что потом люди просто не отпускают с площадки. — Просто еще Ваша речь тогда в самом-самом начале, это было в первом госпитале, и, собственно говоря, мне кажется, от этого прямо вот стало как-то легче. Вы тогда сказали, что мы просим прощения, если вдруг что-то, какой-то материал вам не зайдет. То есть мы сами пробуем, мы сами ищем, и поэтому, если это будет откликаться, мы будем только счастливы. И тем самым мы сняли какую-то напряженность. — Не очень вы понимали, как отреагируют, и вот это, Петя, или вот это, и отрегулировались очень здорово, и потом каждый концерт, по сути, регулируется тоже и под площадку, под аудиторию. Уже сейчас мы четко понимаем все-таки, что нужно, что нет. У нас есть общие культурные коды. Это вот совершенно не пустые слова и не пустое понятие, там приезжаешь, понимаешь. У нас есть общий язык культурный, который не так сложно нащупать. Просто надо хотеть, уметь знать чуть побольше песен. Это действительно вот такая специфика артистов Москонцерта. Я не уверен, что многие эстрадные справились бы. — А что больше всего, Илья употребил, такой вот верный глагол «заходит»? Вот что заходит по вашим наблюдениям лучше всего? — Всегда просят петь песни Виктора Цоя. И это универсальный язык. — Вы не представляете, как вы меня обрадовали. Вы, ну, просто вот потому что, мне кажется, что Цоя — это вот, ну, Цой жив, собственно. — Безусловно. И поют и дети, и взрослые. — Да, дети поют. Просто самые маленькие. — Да, самые маленькие поют, стоят и группу крови, и кукушку, и везде. — У них будет смысл какой-то в этих словах. Каждый находит свой... — Да. А вы общаетесь после выступлений с публикой? То есть происходит какое-то... — Да, они подходят. Было такое вот удивительное, щемящее чувство, когда вот мы спели, и вдруг боец подходит, раненый. Это было в госпитале. И он дарит шоколадку. Ой, это было так, ну, как-то трогательно. Я говорю, это я вам должна шоколадку подарить. А он говорит, нет, вот вам шоколадка. И вы правда из Москвы? Он говорит, ну, да. Он говорит, будьте добры, если есть возможность, если вам не сложно, зайдите в храм к Матроне, поставьте вот свечку за нас. Я говорю, конечно, конечно. И это для нас... Ну, как вам сказать? Это откровение просто. — Да. — Часто это просто бывают разговоры о жизни. Но бывает так, что концерт не заканчивается после его завершения, а продолжается тем, что наши слушатели поют те песни, которые любят в тех краях, и учат нас этим песням. И репертуару, который они хотят в будущем услышать. Так, например, было в Мариуполе, когда у нас была акция памяти на Азовстале, и студенты Мариупольского университета вспели для нас песню «Вставай, Донбасс», которую в том регионе, ну, фактически знают от мала до велика все, и поют в самых разных городах. С тех пор она в нашем репертуаре и звучит везде и всегда, и поют ее и самые пожилые, и дети. То есть это тоже у них такой гимн свободы, гимн движения к победе, которое обязательно случится. — Да, конечно. То, что победа будет за нами, нет никаких сомнений. Вы знаете, заслуженный артист в России Василий Мишенко, который тоже часто бывает на Донбассе и очень переживает, он хотел бы выразить вам благодарность, он записал для вас видеообращение, которое мы сейчас послушаем. С декабря 2022 года артисты Москонцерта дали 260 концертов на территории новых субъектов Российской Федерации и более 100 концертов в поддержку СВО и их семей. Хочу выразить вам огромное спасибо и низкий вам поклон за вашу позицию, за ваш труд. Пока мы вместе, мы непобедимы. С уважением к вам, заслуженный артист России Василий Мишенко. — Позволю себе присоединиться к словам Мишенко и поблагодарить вас за то, что вы делаете. А мы после паузы продолжим разговор о культбригаде Москонцерта. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о том, как столичные артисты помогают нашим военным и жителям новых территорий. К нашему разговору присоединились заслуженная артистка России Алла Платова и артист Москонцерта Александр Лавров. Алла, Александр, добрый день. — Здравствуйте. — Алла, когда вы присоединились к проекту «Культбригада»? — 6 июня. Да, 6 июня с радостью отправились на поезде в эту замечательную командировку, незабываемую. Я думаю, что такое не забывается никогда. — С радостью, без всяких сомнений и без страха. — Без сомнений, с удовольствием. И даже некоторые мои родственники завидовали, что мне так посчастливилось. — А почему такой энтузиазм был? Потому что уже коллеги поделились своими впечатлениями или вне зависимости от этого опыта ваших товарищей? — Хотелось побывать там, где людям плохо, детям. Ну, я понимала, что своими спектаклями мы радость принесем. Это несомненно. А не страшно, потому что, ну, как бояться? Они там живут, а мы боимся. — Илья, а вы вот как-то артистов новых привлекаете в этот проект? Вы их как-то готовите, что-то им объясняете, рассказываете? — Ну, ни в коем случае не приукрашиваем ситуацию. Всегда честно говорим, что физически тяжело, морально тяжело. Но при этом то, что ощущение востребованности точно будет, это тоже произносится. В общем, никогда не приходилось говорить так, чтобы убедить человека. Всегда просто доносится какая-то объективная ситуация, чаще всего связанная с бытовыми условиями. Они там действительно такие прям грустненькие совсем бытовые условия наши. В некоторых местах максимально проблематичное размещение. Где-то воды нету, где-то еды нету. Но в целом всё как-то выстраивается, и мы уже имеем алгоритм чёткий работы по всем-всем прямо территориям. Там когда мы делали креативную культбригаду, а культбригад их несколько. Вот есть взрослый формат, про который мы говорили до. Это госпиталя, военные части, какие-то такие вот площадки, где собираются взрослые аудитории. И для молодёжи придумали формат креативных культбригад. Рассказываем по вузам, чем ребятки могли бы заниматься, не уезжая, получать дополнительное образование. Вот там, находясь, получать гранты на проекты и делать проекты у себя непосредственно на территориях новых регионов. Но детское самое востребованное. Детишек очень много везде, и в Херсонской, и в Запорожской области, и в ДНР, и ЛНР. Очень любят детей. Это специфика какая-то, ментальная семейность прямо в крови у людей. Они уделяют огромное внимание деткам. И поэтому благодарность взрослых за то, что приехали с хорошей детской программой, она тоже просто безмерна. Это какой-то фейерверк был, этот последний выезд. Ребята, они действительно волшебники. Не только в том, что перевоплощаются, а в том, что просто так вот воздействовать на аудиторию, мне кажется, не каждому артисту дано. Это вот, я так понимаю, что рисунок, да? Да. Детский. Это вам, да? Да, это девочки подарили нам после спектакля. А что за спектакль? Спектакль «День рождения Кота Леопольда». Очень веселый спектакль. И я вот хотела сказать, спектакль, здесь бы в Москве, мы его играли только для самых маленьких. Но максимум 8-9 лет. Ну, дальше не подходи, будет неинтересно. А здесь мы его играли для публики от 4 до 94. Наверное, там и бабушки в зале сидели. Не уходили. А подростки, да, кажется, ну как, сейчас развернутся и пойдут отдыхать, пока их никто не трогает, пока тут какие-то скачут. Была тревога, что может быть неинтересно. Ну, конечно, да. Но они стояли, они улыбались, они все это смотрели, потом принимали участие в наших играх. И после этого они оставались, и нас обнимали, словали, говорили добрые слова. И это все, и взрослые, да, вот родители, папы, мамы, бабушки и дедушки. И я давно таких вот взрослых, счастливых людей на детском спектакле не видела. Там все какое-то простое, настоящее. Да, такая... И простые, настоящие вещи, которые, идеи, заложенные в спектакль, они там как-то считываются по-другому. Это был праздник искренности. Вот какое-то, знаете, мгновение, когда мы, артисты, зрители, взрослые, понимаем друг друга, реагируем. И вместе гнистим какой-то такой шар добра. Вот было такое ощущение. Потому что у нас даже был один спектакль, когда не было совсем маленьких детей, а были учителя. Это было в школе, в Луганске. Да. Просто был утром прилет, где-то там рядышком. И маленьких детей забрали. И были, не знаю, учителя и старшеклассники. Так вот, они реагировали. И они, говорят, ребят, мы окунулись в детство, мы, говорят, пели вместе с вами эти песни. Потом обнимались. Привезли подарки какие-нибудь вы оттуда. У нас была такая мобильная, очень оперативная бригада. Два-три представления в день, это логистика прямо мамонегоди. Да, в разных местах. Километров в пятьсот иногда там за... Поэтому не всегда успевали из подарков. Но вот, честно, был у меня такой подарок очень оригинальный. Я вот у себя его... Я об этом заявил со сцены во время интерактива. Что вы любите, да? А чего вам хорошо, ребятки? Кто-то говорил там... Гулять, кататься на велосипеде. Мы же говорили, люблю сыр. А я, говорят, люблю валерьянку. И мне вот мальчик подарил флакончик валерьянки. Почему так? Серьезно. Ну, для кота это самое. И я такой стою. Господи, спасибо тебе большое, дорогой друг. Вот. Вот, собственно, вот такой вот подарочек. Вот такие вот подарки, да. Храню его. Илья, а вот вы говорили там о трудностях, в том числе и бытового характера. Мне хотелось понять, вообще город вам помогает вот в вашей этой инициативе с культбригадой? Да без города ничего бы не получилось. Помогли совсем буквально с материальной технической частью. Там сейчас, значит, нас поддерживают, собирая помощь. И нужные уже конкретно вот какие-то вещи, подарки, которые мы из детской культбригады везли. И со всеми другими выездами вывозим с собой. Помогают городские организации. Ну, и департамент культуры наш в первую очередь этим занят, подключен. И, по сути, любые какие-то потребности. Вот раз и появились колоночки, какой-то свет. Мы это все невероятно мобильно, значит, мы умеем уже разворачивать, сворачивать, включать, регулировать. Машина, у нас есть автобус. Мы едем на микроавтобусики, которые нас здорово спасают. Первый выезд было, там, два УАЗика плюс буханка. Ужас, как бы, дискомфортно. Не погрузиться, не разгрузиться, не доехать, потому что это все медленно так себе. Сейчас мы, в общем, и перемещаемся, и все делаем мобильно, как раз-таки не загружая местных. Это вот очень важно. Все-таки приезжать для того, чтобы что-то делать там, а не наоборот забирать ресурс. Мы полностью автономны, и это как раз благодаря поддержке города. Москва щедра и действительно может делиться и делиться и культурой своей в том числе. И там очень много мы видим строителей, школы, построенные москвичами. Причем не только там, где подписаны соглашения. Знаете, у большинства... Ну, вот в Луганске же подписали соглашение с Москвой, вот там и делается. Ничего подобного. И в Мариуполе строит Москва, и дороги, какие-то объекты социальной структуры. Это очень приятно, на самом деле. Как вообще выстраивается ваш гастрольный график, и какие планы в ближайшее время? Есть идеи, самые разные. Вот интернациональная культбригада точно нужна, точно будет. Идея её в том, чтобы представить артистов из национальных республик. Там много национальных батальонов. Мы будем с артистами из этих республик делать программу. Алтайцы с горловым пением, Башкортостан с невероятной... То есть там очень крутые национальные артисты. Такие, чтобы просто, ну, так сказать, не оторваться. Плюс к нам и просятся ещё из западных стран много народу. Есть испанец, есть американец, есть мексиканец. Какая мотивация, извините, я перебью, чтобы уточнить у иностранцев? Люди поддерживают те идеи, за которые сражается Россия. Ну, ровно как и мы, ровно с тем же посылом. Хотят быть там, где нужны. Я хочу ещё одно видео, чтобы мы с вами посмотрели. Юрий Батурин, который очень переживает за вообще то, что происходит. Потому что это его малая родина. Вот. И... Ну, и потому что человек хороший. Вот, да, да, да. Он выражает вам... Дорогие друзья, коллеги. Потрясён вашим профессиональным и гражданским подвигом, который вы совершаете всё это время, пока наша армия выполняет, выполняет свои обязанности в зоне проведения специальной военной операции. Настоящие актёры и артисты всегда в трудные минуты были с армией, страной и своим народом. Со своими зрителями, ради которых мы с вами живём, ради которых мы с вами работаем. Хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов творческих и в личном плане. Крепкого здоровья, много-много интересных ролей, много сил для того, чтобы воплотить ваши творческие замыслы. С огромным уважением, актёр Юрий Батурин. Всего хорошего. До встречи. Вот вам пожелания от коллеги. Я читал в одном из интервью, вы сказали, что у вас язык не поворачивается, ну, назвать вашу миссию героической, там, ну, своими словами. Хорошо, это вы за себя говорите, а что вы скажете про артистов, про тех, которые... А можно артисты скажут? Да, давайте, да. Нет, нет, про артистов. Аллочка, я прошу прощения, это важно. Вот артисты действительно, на мой взгляд, совершают большой поступок. Всё-таки, ещё раз повторю, никто никого не то что не заставляет, об этом речить не может. Но рвутся же ребята, и важно даже не то, что они делают. Потому что, понятно, можно приехать, поработать, всяко можно. Но как выкладываются, и как они это делают, это как? Это вот ключевая как раз, ключевая характеристика того, что там происходит. Ну, хорошо, жара, там, 30 с лишним градусов и грим, который надо три раза за день нанести, смыть, а при этом ребята сами ставят себе декорации три раза в день. А потом ещё выйти и стать вот этим вот котом, или стать мышью. Ну, как это? Вот, на мой взгляд, в этом очень, по крайней мере, большая отдача. Называть это подвигом, не подвигом, я не знаю, такие слова лучше, мне кажется, не произносить. Тем более, когда речь идёт о, так сказать, ну, как бы о территории, где там сражаются солдаты. Я хотела рассказать про то чудо, почему легко играть вот эти вот три спектакля. В мирной жизни тебе это будет неприятно, тяжело играть три одинаковых спектакля в один день. В мирной жизни вот это, да, поставить декорации, одеть костюм, нарисовать, всё вот это сделать, да, от души. И потом переехать куда-то, сделать то же самое, потом оттуда приехать, это очень тяжело. Но здесь происходит чудо. Ты вот так вот прыгаешь, носишься, потеешь, на тебя набрасываются, и тебя вот так вот обнимают, тебя целуют, говорят тебе спасибо, что вы к нам приехали, мы вас так ждём, мы вас так любим. И вот от этой любви у тебя усталость ушла, и ты уже свеженький садишься в автобус, едешь дальше, и так три раза в день. Энергобмен другой. Да, там совсем всё по-другому, там не чувствуешь усталости, какое-то чудо, когда вот добро и любовь, эта усталость слизывают как языком, и ты снова как новенький и готов опять прыгать, бегать и дарить себя этим людям. Ощущение правды какой-то, вот новой правды внутри. То есть ты, когда в таком режиме работаешь, в таком режиме вот на этих новых территориях, когда ты получаешь вот этот, идет энергообмен, вот эти какие-то новые эмоции, новые, конечно же, профессиональные и человеческие находки и прибавления. Вот я вот так скажу. Вы знаете, такое общее место есть, часто в разных интервью звучит скепсис по поводу вот института заслуженных артистов, народных артистов, зачем это надо, эти звания. А вот я вот слушаю, осмотрю и понимаю, что вы и есть народные артисты. Вот вся культбригада, вы настоящие народные артисты. Огромное вам спасибо. Спасибо. А мы после паузы продолжим разговор о том, как московские артисты помогают Донбассу.